Сахар, мука, макароны, чай, все эти и другие продукты питания в этом пакете для нуждающих собрали бизнесмены и представители общественного объединения. Как отмечает организатор благотворительной акции, ее общество выиграло грант от Международного фонда на проведение большого форума по зеленой экономике. Но из-за введенного чрезвычайного положения его отменили. Но фонд решил деньги оставить на благотворительные нужды. Предложение было именно помочь сельским жителям, потому что с селом немножко сложнее. И вот поэтому было принято решение, чтобы именно селу помочь, потому что они отдаленные и так далее. Но учитывая сегодняшнее карантинное явление, мы пригласили Акимов сюда к нам. Учитывая, что у нас еще есть какие-то задачи с ними обсудить на будущее, как мы могли бы сотрудничать. Кока-кола, количество зеленой экономики. У нас есть несколько интересных проектов. Одно село, один продукт. Точечно раздали селам, раздали Акимам. А далее они уже будут, зная своих нуждающихся. Часть пакетов из 70 организаторы уже раздали многодетным мамам. Оставшиеся Акимы сельских округов Кустанайского района в эти выходные должны развести другим нуждающимся. Уже это не первая партия помощи, оказанная жителям нашего района Кустанайского. На сегодняшний день 38 продуктовых наборов, это и бытовая химия там есть, будут направлены в 5 сельских округов. Там самые нуждающиеся – это и многодетные, и инвалиды, и одинокопроживающие. В самую первую очередь это люди, которые попали в зону риска. Им будут доставлены эти продуктовые наборы, и я думаю, что это будет большое подспорье в данное время. Причем такие продуктовые пакеты за счет сэкономленных 2,5 миллионов тенге раздадут не только в Кустанайской области, но и в Акмолинской, Аматинской и Карагандинской областях. Помимо этого, Международный фонд предлагает жителям казахстанских сел безвозмездные гранты на развитие своего небольшого бизнеса. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.